Продолжение следует... 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 Валиться на 5 и даже больше процентных пунктов, потом восстановиться. Это подчеркивает вот эту нервозность и, как я уже говорил, абсолютно непонимание трейдеров того, что будет с этим инструментом дальше. Ну, о американском фондовом рынке мы, я думаю, еще поговорим, потому что нам придется это делать, ведь мы уже отвели этому сектору роль основного драйвера рынка. Поэтому, друзья, мы сегодня вернемся еще к этой секции и по мере появления в дальнейшем каких-то интересных новостей, тем более, если будет нужная динамика, которую следовало бы объяснить и, скажем, может быть, даже отчасти оправдать, я об этом буду говорить. Давайте пробежимся по нашему традиционному набору инструментов. Начнем с нефтянки 64.32. Это закрытие прошлой торговой сессии 64.93 с новым рядом с 65 долларами за баррель. Может быть, опрометчиво было, ну, лично с моей стороны, делать большой акцент на то, что снижение будет продолжено в том же, опять же, при той же динамике, которую еще мы наблюдали за несколько дней, то есть до этого, в конце прошлой недели, в начале этой. Все-таки, друзья, я могу, возможно, поддаваться на чрезмерный позитив, который на рынке складывается в плане трендового движения, но хочу наперед, скажем, предостеречь у вас о том, чтобы вы прекрасно понимали, что если мы работаем с трендами, мы должны все-таки понимать, что тренд, он состоит не только из сплошного, одноправленного закрытия, опять же, свечей, ну, скажем, в одной цветовой формации, свечи не могут быть исключительно зеленые, либо исключительно красные. Коррекция, она обязательно должна случаться, и она, более того, для любого трендового движения жизненно необходима, потому что эта самая коррекция, она позволяет снимать то перекупенность, то перепродность. Американский фонд, точнее, нефтяной рынок потерял больше 10% за очень короткий промежуток времени, и когда мы уперлись, опять же, в статистику, которую покупать или могли использовать для себя, чтобы немного восстановить свои позиции, они поспешили это сделать. Вот вчера, как вы знаете, в центре внимания был отчет по запасам нефти, по объему нефтедобычи. Это параллельная статистика, которая, ну, выходит в один и тот же период времени, а в срезе, опять же, недельной динамикой. Это отчет от администрации электрической информации. Собственно, мы с вами рассчитывали на то, что запасы нефти вырастут, и объем добычи также будет увеличен, и хотели эту статистику использовать в качестве топлива для еще большей коррекции. Ну вот, по цифрам, запасы выросли на 1,8 миллиона. Прогноз, такой официальный консенсус, был на отметке 1,89 повыше, то есть фактическая цифра не дотянула до прогноза. Аналитики, которые были опрошены в Wall Street Journal, предполагали, что запасы вырастут еще серьезнее, там практически на 2,5 миллиона. Фактическая цифра здесь еще более разница с данным ориентиром. До этого у нас американский институт нефти указал на прирост запасов почти на 4 миллиона, то есть здесь тоже контраст очевидный. Поэтому вопрос правильный, если вы следите за фундаментом, почему же нефть не снизилась на росте запасов. Друзья, у меня есть предположение, я считаю, что, скорее всего, рынок начинает уже относиться к статистике по запасам. Это важно, не по объему добычи по запасам, а как какой-то нормы для рынка, нормы в текущих условиях. Почему? Потому что мы с вами еще неделю назад, даже две недели назад говорили, что сейчас крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы входят в сезон технического обслуживания, когда, собственно, ставится на кол-то их работа, и поскольку они не функционируют, снижаются аппетиты на нефтепродукты, запасы начинают расти. Может быть, рынок не стал, опять же, снижаться активно на этой статистике, только потому, что, ну, что еще можно было ожидать тогда, когда нефтеперабатывающие заводы не работают. Логика в этом есть, поэтому в качестве аргумента можно использовать это, но только аргументы, чтобы оправдать, друзья, вот этот сплет локального интереса к нефти. Ну, ни в коем случае никак повод, из-за которого мы сейчас должны кидаться, собственно, к нашим терминалам и закрывать наши короткие позиции, потому что все, пошел разворот. Нет, пока сигналов, разумеется, для этого нет. Объем добычи. Рост это буквально как бальзам для тех, кто продает нефтянку, потому что мы очень много говорили про активизацию сланцевых производителей США и делали акцент на то, что именно американские производители, которые уже достигли показателя, вот уже с учетом вчерашнего релиза, 10-27 миллионов, то есть больше, чем на 20 тысяч баррелей за неделю просто составил. Да, это не такая крутая цифра, как две недели назад, когда мы говорили о приросте в 332 тысяч, но все равно это со знаком. Плюс нефти добывается все больше и больше, и мы понимаем, что на другие цифры мы в ближайшее время и вообще рассчитывать не можем, потому что с учетом роста количества терминалов, Бекер Хьюз, логично то, что производство нефти будет только расти. Напоминаю, что тоже самая администрация аналитической информации ожидала, что Штаты смогут достигнуть 10-ти миллионной планки, не то чтобы позже, скажем, в этом году. Были даже ориентиры, что это случится не раньше 19-го года. Но мы уже идем вместе с теми цифрами, которые видим с существенным опережением, потому что американские производители уже перевалили за 10 миллионов. Это та цифра, которая им позволяет замахиваться уже на новый ориентир в 11 миллионов, когда они передят и Россию и станут ключевым производителем нефти в мире. Я также делаю акцент на то, что американские производители нефти создают серьезную угрозу для баланса, и в самом балансе на рынке черного золота, скажем, подрывают усилия ОПЕК, которые предприняты были для того, чтобы реанимировать цены. Но, в принципе, им это удалось сделать. Еще один позитивный момент, друзья, который можно использовать, чтобы объяснить локальный интерес, это вчерашний комментарий министра энергетики Саудовской Аравии Халина Альфа-Ник. Он так зовут, прошу прощения, если ошибся в каком-то слове. Его комментарии были следующего порядка, то, что ОПЕК и Саудовская Аравия, приверженные сделки, будут оставаться таковыми до конца этого года, и вряд ли ситуация изменится, даже если они немного перестараются, собственно, с, скажем, балансировкой рынка нефти. И этот комментарий, собственно, вышел после того, как день назад Международное энергетическое агентство снова делало акцент на то, что, может быть, вам что-то стоит предпринять, потому что производство нефти в Штатах зашкаливает, и, в принципе, ваши усилия уже ни к чему не приводят. Следующая важная встреча для нефтянки состоится в апреле, по-моему, это встреча технического мониторингового комитета, но, судя по комментариям Халида Альфалиха, на этой встрече не будут обсуждать возможности в досрочном выходе из соглашения. Друзья, я хочу сказать то, что, если вы помните, как сильно и часто меняется содержание и риторика представителей и ключевых производителей, особенно в ближневосточном карте, вы поймете то, что у того же самого министра энергетики 7-5 на неделю. И стоит сейчас американцам поднабрать новые высоты, скажем, достигнем 10,5 миллионов, как тут же сам Халид Аквалих будет лоббировать идею того, что цены уже достигли тех уровней, которые стремились, собственно, производители, поэтому, ну, какая необходимость и следсообразность дальше на 100% соблюдать обязательства. Можно немного и, скажем, увеличить объемы добычи, и, соответственно, уже не в том формате соблюдать обязательства. Поэтому мы готовимся к тому, что на рынке должен появиться мощный такой еще разручный новостной фактор. И по этой причине, друзья, не переживайте то, что нефть дала локальную коррекцию. Мы все равно развиваем исходящий тренд. Рубль 56,69. Но, думаю, вы лучше меня сможете ответить, почему российская валюта укрепилась, тогда, когда выросла нефть. Не будем останавливаться на этом. Доллар, японская иена. Здесь тоже безумная волатильность. И основная идея, то, что доллар японской иены снижается не потому, что слабеет доллар, а потому, что растет спрос на защитные инструменты. Я не буду повторять, друзья. Я в начале брифинга начал с этого, когда на рынке есть причины чего-то опасаться и бояться, например, серьезный распродаж на американском фондовом рынке. Конечно же, этот инструмент начинает пользоваться японской валютой больше популярностью. Мы говорили еще о том, что был пробит очень важный уровень поддержки. Это классика жанра, когда ломаются такие уровни, где визируются лимитные ордера. Это усиливает тенденции, в данном случае, медвежий тренд. Сейчас котировки у нас по паре доллара японская иена 106.51. Можно быть, ситуация изменилась в последние минуты. Локальный минимум, который я выписал, был зафиксирован на отметке 106.29. И вернемся теперь к статистике. По штатам, которая была очень влажной в рамках вчерашней торговой сессии, это данные по роничным продажам и идуксу потребительских цен. Роничные продажи, простите, это, между прочим, минимум за последние 11 месяцев, потому что спад был на минус на 0,3%, а в прошлый раз у нас был рост на 0,4%. Да, признаюсь, плохой отчет, и, может быть, это такой первый тревожный звоночек того, что в первом квартале могут пострадать темпы экономического роста. Но, с другой стороны, у нас была мощная подушка безопасности. Следом, прям, она вышла, это данные по инфляции. 0,5% в месячное уважение при росте на 2,1%, и годовое значение против прогноза 1,9%, фактическая цифра 2,1. Друзья, это как раз тот самый отчет, на который мы должны были сделать наибольший акцент внимания, потому что это ориентир для ФРС по поводу процентных ставок. Соответственно, если инфляция растет, значит, повышаются шансы и вероятность изменения политики, точнее, продолжения действий, говорят, в более жесткой манере, это через рост процентных ставок. Хорошие цифры, как и ожидалось, разогнали вероятность повышения ставки по итогам мартовского заседания, которое уже совсем скоро, до практически 100%. И первая реакция, которую мы увидели, в частности, и по доллару, и по американскому фондовому рынку, она была правильной, потому что американский фондовый рынок потерял больше 50 пунктов и подарил такие надежды на то, что тот же самый СНП может добраться до отметки 2500 пунктов, потому что американский фондовый рынок провалился на фоне роста доходности трежерис и провалился на том, что еще больше возросли ожидания того, что ФРС будет повышать процентные ставки. Это возвращается, опять же, к основным причинам, по которым фундаментальным. Мы неделю назад столкнулись с распродажами на американском фондовом рынке, но потом трейдеры выкупили американскую фонду и продали доллар. Я не хочу сейчас, друзья, искать объяснение этому, потому что будет очень трудно его найти. Я считаю, что, будучи преданным фундаменту, мы сейчас все-таки должны понимать, где те или иные инструменты должны находиться, поэтому в такой ситуации, зная примерные ориентиры и отталкиваясь, на конкретную фундаментальную поддержку такой же конкретной идеи, нам приходится лишь ждать, когда рынок все-таки устаканится, я имею в виду американский фондовый рынок, когда у нас будут размеренные торги, последовательные, постепенно не такие, в плане чудовищного ралли, как мы наблюдали, собственно, в рамках вчерашней торговой сессии, и вот эти безумные качели. Это еще одно доказательство, друзья, что рынок не понимает, что с этим активом будет дальше, потому что его быстро продают, его выкупают. И согласитесь, задайте себе вопрос, сейчас американский фондовый рынок упадет на 10%, но неужели это вас удивит? Я думаю, что нет. И пока вот есть такое понимание, что на рынке может произойти в данный момент все, что угодно, к сожалению, пользоваться спросом будут не те активы, на которые мы в плане роста делали ставку. Это не доллар, и это, собственно, не, скажем, прочие инструменты, которые не относятся к категории защиты, потому что мы продавали, собственно, как японскую валюту, я также делал акцент на потенциал слабости золота, но пока что у нас вот локальный форс-мажор, с которым нам приходится мириться. Доходности десятилетних облигаций, друзья, 2,9%, даже повыше было. Я думаю, что 3% мы достигнем лишь к концу, возможно, первого полугодия, но, судя по всему, мы ведем сопережающими темпами. И то, что вот диссонанс такой, поведение доллара, доходности трежности американского фондового рынка, но это 3 актива, которые должны работать в связке, как цепной, последовательный механизм. Сейчас он разрознится, сейчас что-то сломалось в механизме, и нужно ждать, пока вот эти шестеренки соберутся в верной последовательности, чтобы механизм снова сократился. Я думаю, что раз вы и фундаменталисты, значит, знаете, что если, скажем, долго ждать, эти ожидания будут вознаграждены, и, по крайней мере, умеете это делать, потому что для фундаменталистов ожидания – это то, что основано на правилах рискмения, и я надеюсь, что вы про них не забываете. Евро против доллара. Можно сказать, что европейская валюта выросла на статистике хорошие, в целом по цифрам, наверное, не буду сейчас расплываться, потому что если у вас интересуют, например, показали по промышленному производству, то экономическую валюту, вы можете посмотреть в экономическом календаре, но это неважно, друзья, потому что евро сейчас точно не реагирует на статистику. Евро реагирует на то, что происходит с долларом, доллар реагирует на то, что происходит с японской валютой и с фондовым рынком. Поэтому евро пользуется сейчас локальным спросом 1,2460, но будем смотреть, хватит ли силенок у покупателей прорваться выше 1,25. Если уж удастся, то будем готовиться к вербальным заявлениям и интервенциям со стороны ЕЦБ, которому придется вмешаться, чтобы сбросить курс евро пониже. Американский фондовый рынок проговорили уже, в принципе, давайте не будем повторяться. Фонд против доллара оказался выше отметки 1,40. Хотя бы британская валюта пока ведет себя правильно, но признаюсь, что, друзья, основная причина роста фунта заключается не в том, что трейдеры сейчас вернулись к перспективам повышения ставки в рамках Банка Англии, а в том, что трейдеры сейчас во власти тех настроений, которые господствуют на рынке. Растет евро, растет и фунт. В то же время не забывайте, что если у нас пойдет правильно оправленный системный разворот по евро, это не значит, что британская валюта тоже будет перенимать вот эти уже негативные тенденции, потому что у фунта больше аргументов по стимулу для роста. И это уже подтвержденная позиция того, что в мае мы, скорее всего, ждем повышения процентной ставки от Банка Англии. И плюс ко всему, вчера внутри дня периодически поступали комментарии о скором достижении очередного прогресса по Брэкзиту. В частности, я не помню фамилию чиновника, но это точно тот человек, который причастен к переговорам к Брэкзиту. Ну, верить не верите, просто давайте, скажем, держать в уме то, что этот локальный позитив присутствует. Австралийцы против доллара сейчас растет, опять же, на волне общего спроса на риск. По австралийцу еще стоит отметить, что поддержку указали сегодняшние данные по рынку труда. 5,5% с 5,6% уровня занятости также на довольно неплохом значении. Австралийцам помог и рост сырьевого рынка, тоже классика жанра. Но сейчас по австралийцу есть также на повеске и мощный риск, который может обернуться уже обратно динамикой с продажами австралийского доллара против американца. Это пресс-конференция председателя Резервного банка Австралии Филиппа Лоу. Она состоится в переходе с четверга на пятницу в час 30 ночи по московскому времени. Если австралийцы вас интересуют, можете попробовать дождаться, посмотреть за реакцией рынка. Но уверен, что по мере приближения австралийцы сейчас снова в планке 0,8. Филиппа Лоу не останется ничего другого, кроме как снова намекать на интервенции, либо использовать предусловескую литорику жизненной необходимости мягкой экономической политики для Резервного банка Австралии и для австралийской экономики. И важность не высокого обменного курса, а более низкого. Тоже принципиальное значение для темпов, для ориентиров и целей по экономическому росту и данных по инфляции. Надеюсь, что Филипп Лоу сможет нам сегодня помочь, точнее уже завтра, и сможет сбросить австралийца ниже текущего значения. Потенциал реакции, как и всегда, в формате фигуры, потому что с учетом такой перекупленности и такого важного события на другую реакцию сейчас рассчитывать даже и не стоит. По основным событиям, сегодня в 16.30 следим за индексом цен производителей, тоже отчасти показатели инфляции. Заявки на пособие по безработице, по идее, очередной блок статистики, который должен быть позитивным для доллара. Но посмотрим, что в этот момент будет происходить с американским фондовым рынком. В 17.15 промышленное производство США и в час 30 по московскому времени я уже отметил вступление Филиппа Лоу. Друзья, на этом, собственно, все. Огромное всем спасибо за внимание. С вами мы увидимся уже в понедельник. Дважды, собственно, как и всегда, в формате брифинга и на вебинаре, который состоится в 16.30 по московскому времени. Завтра брифинга не будет, но, уверяю вас, мы в понедельник подытожим все, что произойдет за текущую торговую сессию и за пятницу. И я попробую снова подробнее проанализировать основной адмастерный фонд, чтобы вы были в курсе всего происходящего и чтобы ничего, скажем, не выпадало из вашего поля зрения. Друзья, хочу пожелать вам хорошего закрытия торговой недели. Держитесь, давайте верить в наши основные идеи, какими бы они ни были. У вас, возможно, есть свои ориентиры, у меня есть тоже свои. Я понимаю, почему я действую так. Собственно, так же, как и вы, наверняка, понимаете, почему вы поступаете так, как поступаете. В понедельник еще раз все обсудим. Желаю также вам хороших предстоящих выходных. Не растеряйте бодрое расположение духа. В понедельник жду вас с хорошим припойнятым настроением. Всего доброго. До свидания.